Три-четыре, секунды, секунды. То, что чистит. Если Бог тебя оставил, Значит, Он тебя не слышит. Если Бог тебя оставил, Он отлов твоим молитвам. Наша Таня громко плачет, Уронила в речку Бога. Бог совсем её не слушал, Пусть плывёт. Старый Террак, Мудрый старец из-за речки, Старый Террак, Пнёт в ладонях комья глины, Говорит, не плачь, Танюша, Я слеплю тебе другого С вот такенными ушами, Боже мой. Если Бог тебя оставил, Значит, ты Ему не нужен. Если Бог тебя оставил, Ты опихнул твой прах с ладони, Не тяни ручонки к небу. Верс дорогу не укажет, И десница не простёрта над тобой. Старый Террак, Чистит ветошью отвертки, Старый Террак, Ключ берёт на двадцать девять, Говорит, беда не горе, Бог сломался, Мы починим, Были в руки, Не из жопы, Боже мой. Если Бог тебя оставил, Отвернул свой взор во гневе, Если Бог тебя оставил, Он слезам твоим не верит, Небо мраком затянуло, Тонет мир в слепом тумане, Взгляд с надеждой ищет горы, Нет у Бога. Старый Террак, Не спеша шлифует, Линозы ладят Террак, Треугольную оправу, Взгляд его сухой и тёплый, Смотрит Богу оков-волка, Смотрит строго, Не моргая, Боже мой. Если Бог тебя покинул, Не зови, Он не вернётся, Если Бог тебя покинул, Он уже ушёл далёко, Не гонись за ним напрасно, Ведь пути его сокрыты, Он идёт, Исполнен славы, Не свернёт. Старый Террак, На дырстах поставил лампу, Старый Террак, Нё вот в ладони, Шарик света, Лепит ручки, Лепит ножки, Ночь качается над миром, До утра работы много, Про присутствующие не говорят, Но гениально совершенно. И стихи, И музыка легла вот. Ну, понятно, что никто другой так не может. Ну, как так? Вот на пустом же месте, да? Ну, совершенно гениальная вещь. Ну, блин. Вот, Таня, ещё что-нибудь. Или я с тебя тоже хочу одну, Так же, вот, С такой же силой. Только одну? Так хочу только одну. Какую? Царя Давида. А, да-да-да-да! Вот для меня она сильно выделяется Из всех твоих остальных хороших песен. А, у Эли там своя гитара, понятно. Ой, я спу её прямо сейчас, Если можно. Ага. Кругленький пригорок, площадь перед ним, Славная деревня Иерусалим. Наше население триста человек К нам сюда сегодня привезут ковчег. В облаке из пыли позади волок Катится телега в сторону села. Перед телегой пляшет молодой Низенького роста, с рыжей бородой Несерьёзный такой на вид Перед всем народом пляшет царь Давид. Несерьёзный такой на вид Перед всем народом пляшет царь Давид. А народ собрался, смотрит на парад, Развлечений мало, он любому рад. На копчек глядели, разглядели вдруг Брат, это же ящик, батюшки, сундук. Мы-то всё гадали, думали бы хвесть, А похожий шкафчик у любого есть. Что же ты танцуешь, доблестный монарх, Впереди комодов, порванных штанах, Несерьёзный такой на вид, Перед всем народом пляшет царь Давид. Несерьёзный такой на вид Перед всем народом пляшет царь Давид. Никакого флёра, никаких чудес, Ни земли дрожае, ни огня с небес. Звелище невзрачно, антураж убог, Публика зевает, жаль, но видит Бог, Как посередине дымного столба, Едут к центру мира вечность и судьба, И восходит с ними в Иерусалиме. Царь царей поэта, автор Техили. Несерьёзный такой на вид, Перед всем народом пляшет царь Давид. Несерьёзный такой на вид, Перед всем народом пляшет царь Давид. Несерьёзный такой на вид, Перед всем народом пляшет царь Давид. Несерьёзный такой на вид, Перед всем народом пляшет царь Давид. Спасибо. У тебя много хороших песен, но это вот для меня. Браво! Бегли-богли за накрытые столы. Будем жрать и хрюкать от восторга, совместив бемоль и алкоголь. Зная, что на месте каждый орган раз испытывает боль. Сни, зайди, до нас пока сидим мы, и бессмертие временное дай. Страшно тривиальны наши гимны, а иных не ожидать. Ни истории новых, ни теорий мы для вечности не сотворим. Мы агарки и погаснем вскоре, но светлы пока горит. Неприметны этим и занятны, непрактичны в этом наша суть. В темноте мы крохотные пятна, но таков и млечный путь. Улыбнись негреющему жару, ты кому, что мотылек, что рим. И проворно выудив сигару, прикури, пока горит. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы там всякие пели мансиюрские песни, так... Призываю вас, свидетели, неба и земля, Всех печатью вы отметили нам пути селя. На вельможина, аскетели, вселюдские добродетели Составляют вместе честь короля. На вельможина, аскетели, вселюдские добродетели Составляют вместе честь короля. Тише звень раздурлающий я принес закон, Ведь ждала меня земля еще прежде и спокойно. Кровь моя, огонь пылающий, мое сердце луч сияющий В именем моим Артур Пендрагон. Кровь моя, огонь пылающий, мое сердце луч сияющий В именем моим Артур Пендрагон. Принимаю вас в объятия, как залог тобой, Что развеется проклятие, злое колдостом. Магов и друидов, братья, черни ли аристократия, Истинная честь превыше всего. Магов и друидов, братья, черни ли аристократия, Истинная честь превыше всего. Время нас с тропой познания гонит лишь вперед, Не дано узнать заранее, что произойдет. Как из груды камня здания собирается Британия, Сесть племен, сплетя в единый народ. Как из груды камня здания собирается Британия, Сесть племен, сплетя в единый народ. Призываю вас, свидетели, небо и земля, Всех печатью бы отметили нам путистеля. На вельможа нас, кетели, все людские добродетели Составляют вместе честь короля. На вельможа нас, кетели, все людские добродетели Составляют вместе честь короля. Сеня, тоже послушай. Бавлада о простыте называется. А я все слушаю. Когда я с войны вернулся, Израненный, но живой, Застал я жену с соседом, Какой тут поднялся бой. Застал я жену с соседом, Она с ним жила посредом, Сказала в четверг тебе дам. Он мой, а ты тоже мой, Он мой, а ты тоже мой, Уж раз ты пришел домой. Когда я с войны вернулся, Сказал я жене, жена, Иди навсегда к соседу, Ты даром мне не нужна. Иди навсегда к соседу, Уйду от тебя, уеду, Видал я в бою победу, Так вот это не она. Так вот это не она. Когда я с войны вернулся, Не выбешен нос урок, Я взял за грудки констебля, Чтоб она плодил ворон. Я взял за грудки констебля, Он сделался ниже стебля. Я крикнул, хорош сместеть, блин, Ступай и паси коров, Ступай и паси коров, И радуйся, что здоров. Когда я с войны вернулся, Невзгодом не покорясь, Пришел я на виллу мэра, Разведшая вовсюду грязь. Пришел я на виллу мэра, И ряпнул чума холера, Насморишь какого хрена, И посохом в морду грязь. И посохом в морду грязь, И слился светлейший князь. Когда я с войны вернулся, Чтоб снова начать с нуля, Я встал, будто тень у трона Великого короля. Я встал, будто тень у трона, Ты нас обманул хитро, Но я там не жалел патронов, И здесь не жалею тля, И здесь не жалею тля, И пухом тебе земля. Живым я с войны вернулся, Но раз получилось так, Теперь я иду на небо, На небе такой бардак. Теперь я иду на небо, Чтоб сделали все по мне бы, Всем вдоволь воды и хлеба, Любви и обычных благ. Я в этих делах мостах, Я знаю, кто друг, кто враг, Я старый солдат простак, Я старый солдат простак, Я старый солдат. Раз мне ногу оторвали в бою, Врач сказал, вижу проблем нет. Он достал другу с полки, Вынул нитки и иголки, Всё пришел мне опять, Я в строю, я в строю. Он достал другу с полки, Вынул нитки и иголки, Все пришло мне опять, я в строю Тут мне руку отстрелили в бою Врач сказал, вешу проблему твою Он достал другую с полки, вынул нитки и иголки Все пришло мне опять, я в строю, я в строю Он достал другую с полки, вынул нитки и иголки Все пришло мне опять, я в строю Тут мне голову срубить в бою Врач сказал, решу проблему твою Он достал другу с полки, вынул нитки и иголки Все пришел мне опять, я в строю, я в строю Он достал другу с полки, вынул нитки и иголки Все пришел мне опять, я в строю На побывку, как на крыльях, лечу А жена мне говорит, не хочу Что за мерзостная рожа, так на мужа не похоже Я вернулся к полковому врачу Говорю, что потерял я семью Врач сказал, решу проблему твою Он достал другу с полки, вынул нитки и иголки Все пришел мне опять, я в строю, я в строю Он достал другую с полки, вынул нитки и иголки Все пришел мне опять, я в строю И стою и пою И одею Мне тоже попроцать Да, 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 пойду в бюро Космического транспорта возьму билет До серебристой гавани, чтоб без кредитной Карточки и паспорта отправиться В полёт, а после в плаванье, чтобы видеть, как Забыв про мравы строгие, дракон гоняет В небе зажар птицею обоих нет По данным биологии, но оба и есть По данным интуиции, чтоб пить в трактире С эльфами и гномами под пенье фей лесных И горных троллейгам, да мир такой Не найден астрономами, но можно дело Передать астрологам, конечно, там Не меньшие опасности, чем в нашем мире По вседневной серости, но нет зато Пугающей неясности в вопросах дружбы Честности и верности лучше гибнуть За кольцо всевластия в земле с прекрасным именем И тилием, чем от луча Банальнейшего бластера в руках Обычной панцирной дептии Знавали мы врага на всякий вкус Кто посмелей, кто хлипок, как огрех И был не трус, а афганец и злос А Кузя-Бузи, этот стоил всех Он не хотел сдаваться, хоть и бей Он часовых гасил без передышки Засев в засаде, он портил лошадей И с армией играл, капюшки-мышки За твоё здоровье, Кузя, за страх страду твою Первоклассным нехрестом, и был ты воином в бою И билет солдатский для тебя мы выправим путем А захочешь породняться, так распишешься на нем Ударил залпом и пошел бедлам А он заходит в обрез дыру и держит Но это ж просто порох с перцем пополам И приборщик, если мертвый, он лежит А он ягненочек, он мирный голубок Попрыгунчик, заскочивший со шнурка Не плевать ему, куда теперь пролек Путь британского пехотного полка За двое здоровье пузе, за супругу и ребят Был приказ с тобой покончить, мы успели аккурат Винтовку против лука, вверх, честно, не назвать игрой Но все козыри повилты и пролвал британский строй Газеты не читал он никогда Наградами побед не отмечал Воинам в бою, за здоровье пузе, вузе, щебо, жда, коп, коп, копной Чертов черный голодранец, ты прорвал британский строй Класс! Класс! Я не слышал эти песни! Это же Динкина, да? Ну, ее обработка, но это киплинг То есть понятно, что киплинг, но музыка Динки светлая Угу Вот Это, это прекрасно! Бутцы-бутцы топчет пыль дорожной От войны никуда не уйдешь Думай, 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 думай хоть о чем-нибудь Топ! Или станешь идиотомат такого Shannon Бутцы-бутцы-бутцы топчут пыль дорожной От войны никуда не уйдешь Считай, 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 патроны пересчитывай А если засеваешься, тебя раздавят тысячи Бутцы-бутцы-бутцы топчут пыль дорожной От войны никуда не уйдешь Сорок дней я был в аду, и схожу по совести Там не жарят, не пекут, там все то же, что и тут Только бутсы, 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 полчатый дорожный От войны никуда не уйдешь, от войны никуда не уйдешь От войны никуда не уйдешь Тоже Келли Киплинг Таки да Совсем в ту же сторону попросили Понятно, что это пыль от шагающих сакова тусконет на войне Которая Это очевидно В ту же совсем не получится Келли обработала Во-первых, колыбельная для котика есть, например Ее же, но слова его же А, или мой рюкзак В рюкзаке в первом карму А, или мой рюкзак Сейчас А, или мой рюкзак 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 Я улыбнусь И никакой АК kişi Смеши, пиши Секретаре души Дорогу Уย Субтитры сделал DimaTorzok Дела на лад, а кто женится на ведьме, так тому и черт не брат. А кто женится на ведьме, так тому не страшен грез. А кто женится на ведьме, так она его не съест. И трехлунным светом окропим траву, и бокалы с ветром сдвинем наяву. Так играй, русалка, и пляши ли шаг, чтобы струй. Мне жалко, чтобы слов, мне жалко, чтобы злов в ушах. А кто женится на ведьме, у того всегда добро. Чудо-мельница навертит соль, муку и серебро. Если женишься на ведьме, будет крепко дом стоять. Будет меч потверже твердый, будет меч потверже твердый. И надежной рукоять, и трехлунным светом окропим траву, и бокалы с ветром сдвинем наяву. Так играй, русалка, и пляши ли шаг, чтобы струй. Мне жалко, чтобы слон, мне жалко, чтобы злов в ушах. Не страшны ему, не верболь, не вампир, не черный мат. Тот, кто женится на ведьме, тот и сам уже ведьма. Он узнает вкус созвездия, звон цветка и свет клинка. Тот, кто женится на ведьме, тот, кто женится на ведьме, сможет с ним рожить цветка. И трехлунным светом окропим траву, и бокалы с ветром сдвинем наяву. Так играй, русалка, и пляши ли шаг, чтобы струй. Мне жалко, чтобы слон, мне жалко, чтобы и трехлунным светом окропим траву, И бокалы с ветром сдвинем наяву. Так играй, русалка, и пляши ли шаг, чтобы струй. Мне жалко, чтобы слон, мне жалко, чтобы злов в ушах. Игра судьбы, игра страстей, игра воображения. Кто там застыл перед броском, сжимая нас в горы стиль. Большим деревьям снится сон, в котором мы в движении. Большим деревьям снится сон, в котором мы в пути. Большим деревьям снится сон, в котором мы в движении. Большим деревьям снится солнце, Которым путем. Им снятся ветер с лук колес, Свидания разлуки. А как эстон, и сруна, и кровь По всем концам земли. Им снится гибкий силуэт, Что вслед протянет руки, И будет нам махать, Пока не скроется вдали. Им снится гибкий силуэт, Что вслед протянет руки, И будет нам махать, Пока не скроется вдали. На дне, на троне, на коне, На паперти, на рее, В бою, в беде, в любви, во мгле, Наш ход не укоротит. Мы соль веков, мы сон в частиц, Мы сон больших деревьев, Мы воплощаемся туда, Куда приспичит и дым. Мы соль веков, мы сон в частиц, Мы сон больших деревьев, Мы воплощаемся туда, Куда приспичит и дым. Пусть скоро скорость смены сцен Превысит скорость света, И смертоносная коса Упрется острием. Большим деревьям снится сон, В котором мы поэты, Ну что ж, во славу их листвы Все это поспоешь. Большим деревьям снится сон, В котором мы поэты, Ну что ж, во славу их листвы Все это поспоешь. Какая прекрасная песня, Прямо так дуэтом зелись. А это у нас... Да, 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 все. Это мой эльфик, о котором эльф очень думал, Что вы все его зовут, Ложай, Ложай. Понятно. Почему ты все время поднимаешь шкаф? Пусть здоровы со старыми другими. Спой, посань. Сейчас. Ой. Чего ты так успеть? Массаж тебе сделали. Я сейчас вот спою и купаться пойду. Прошу. Самое. 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 Песня. 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 Та-та-та-та-та-тар-гейс Та-та-та-та Музыка Мартина Песня очень давних Вот, наверно, 2003 Это самая дождевой звывательная песня Среди десантских и не только ролевиков Но здесь его можно петь «Газбоэйн», но все верное Ага А какой это мир? Фуглинг Так Ну скажем так, «Дильдер» с ясноком пересертать Ага. Понятно. Ну, если уж ты о нём заговорила, то мы же, кажется, договорились, что реанимация, она и про него тоже, не только про Белина. Реанимация про Ястока, Белина и... Ну вот. Я случайно родился в городе, построенном на костях, там и больный работник, и пленный швед, катаржанин и крепостной. И когда мой мозг задыхается, от чумной херни в новостях, эти призраки появляются, открывая дверь предо мной, открывая дверь предо мной. Я смотрю на еле заметный, незнакомый мне фенотип, моя мучина пламенный склон кармеля, где они и где царь Давид. Нам плевать, а не отвечать, ты по факту рожденья влип, этот город неизлечим и загадочен, как затяжной ковид. Впрочем, ты же искал, где скрыться от вестей, что приносит сайт, Из которых каждая так путна, что ты сам предпочтешь фейк-ньюс. Вот дорога в подвал забвенья, хоть иди, хоть локти кусай, мир взрывается, это минус. Но есть выход, и это плюс. Но есть выход, и это плюс. Я последним взглядом безумца прохожусь по своей свете. Ничего не найти какого, чтоб назвать моей страной. Стыд испанский и финский, страх иудейский, караулят меня бездель. И уж лучше потоп, чем такой ковчег, где правит вот этот ной. Где правит вот этот ной. Скольник, мисс, не бейся, не смейся, не хрюкачи, как мюзик в поверь. Скольник, проповедуй, не объясняй, рано поздно придет и хвать. И тогда, говорю, строителям жуткого города на Неве. Хорошо, давайте подвал забвенья, но с условием не забывать. Забывать не надо, мне говорят. Просто помни, что жизнь пустяк, да и смерть пустяк. Так зачем тебе отвлекаться по пустякам? Я случайно родился в городе, построен нам на костях. Больше так не буду, но раз уж так, попою, попишу пока. А попою, попишу пока. Ага. 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 А я вот думала, что это просто стих, а зря я так узнала. Я думал... И прочти сразу стихотворение, которое... Да, кстати, мамино стихотворение прочти. А, хорошо, да. Я тоже думал, что это просто стих, но вот в ночь со вчера на сегодня меня вдруг торкнуло. И вот сегодня утром эта мелодия как-то оформилась. Вот почему. А вот что написала моя мама с эпиграфом отсюда. Я случайно родился в городе, построенном на костях, или Барьяловом. Мама написала так. Санкт-Ленинград. Этот город выстроен на костях. Все на свете знают, что это так. Вроде все понятно, да вот беда. На могилах не держатся города. Он давно ушел бы на дно болот. Только буквы вцепились в небесный свод. Под фундамент легли, зачеркнув гробы. Город-призрак. Город не может быть. Он из слов, из символов, из шизы. Где главней неботерия, а язык. Вне пространства, вне времени, вне границ. Из тумана спрессован его гранит. Геометрия улиц и площадей. Опираясь о небыль, висит в нигде. Не вода в каналах его, а миф. Оттого строптив он и велеречив. Оттого циничен порой и груб. Щедр по-царски и также чрезмерно скуб. Виртуален и потому одинок. Все творения, строения его из строк. И над ним паря в небесах иных. Золоченый ангел чеканит стих. Яблочко от яблоньки и наоборот. Ну логично. Если кто не знает, мама моя Юля Магилевер. И в общем читать ее очень стоит. Глазами она читается по-другому. Или ты хорошо прочитал? А кто говорит, говорит Москва. А что она помнит все, кроме родства? И взоры мои, как таджику вис. Не житель, тем более так, турист. Ярмолка на лбуле, лавровый бинокль. В карманах две дули, в руках бинокль. На грани реальности и кино. Домой отправляюсь я в Строгино. Три дня здесь живу на манер трех лет. Здесь крыска Анфиска грызет мой хлеб. Пятьсот тараканов, два паука. Как я огорошенные слегка. Но в этой усталой земной Москве Откуда-то взялся небесный свет, Прозрачный, не меркнущий по ночам, Течет по измученным москвичам. Ветрами подхваченный, как листок, Лечуя на ближний, на свой восток, Где богом очерченные места, Где света небесного досыта. Под крыльями ангелов здесь живу. Зачем же мне снова сны про Москву? Пельмени улёпы и чай укин, Пятьсот тараканов и пауки. Москва не желает давать ответ, Лишь тихо струится небесный свет. Когда разгуляется враньё, Пусть это сиянье спасёт её. Когда ангелы скажут тебе, Собирай монатки в парад, Ты вспомни обо мне и о вине, и о войне, И пошли этих ангелов вна. Они скажут, твой жребень решён, Всё понятно, иначе нельзя. А ты вспомни, сколько раз ты плевал на закон, И пошли этих ангелов вна. А потом придёт сатана, Весь в врагах и лапы в крови. Грозно скажет, ты мой, давай душу сюда. Ну а ты вот туда же пошли. Весь в Андрилах суровый чувак, Скажет, хоббит тут не пробегал. Скажи, столько здесь бродит, Не припомню всех никак, Я его куда же туда же послал. А потом приду к тебе я, Похмелеть с утра попрошу, Дай мне чемодан портвейный, Пошли тебя нах, Я напьюсь и тебя тоже пошлю. А когда ангелу скажут тебе, Собирай, монат, и пора. А ты открой шире дверь, И наладим пинка. Ой, а летите, моя ангелына. Вячеслав Иванцов, эльфич. А давай ты что-нибудь от эльфа споешь. Эльф? Что мне спеть от тебя? Давай коня спой. Какая музыка? Гринкроу. Гринкроу? Гринкроу. Гринкроу? Гринкроу. Гринкро. И при käyt corte невих prepared to help. Гринкроу. Гринкроумен поyo. Гринкроур. Гринкроа. Гринкроу. Гринкро. Не снесли до огонь И с живыми воротились только Игорь, да конь Конь пришёл, мой конь пришёл назад Я ему не рад, моя душа не рад Он вернулся гад, такая вот засада, брат Я ищусь, меня довольно догория, но огнём Попросил книги Ольгу, чтоб расправилась с конём Не знаю, почему не сработал мой брат, но мой план Но сгорели только бани до посольства древлян А конь пришёл, мой конь пришёл назад Я ему не рад, моя душа не рад Он вернулся гад, такая вот засада, брат Я толканя волхвам назначу жертву перуну Я думал, что теперь дать к нему я отдохну Что на капище случилось, до сих пор не разберу Но все идолы уплыли вниз по батюшке Днепру А конь пришёл, мой конь пришёл назад Я ему не рад, моя душа не рад Он вернулся гад, такая вот засада, брат Мой конь вчера объелся трын травой На курган прилёг и там лежал как неживой Я проверить захотел, плул ногой, чтоб было сил А конь захрапнул с просонок и сапог мне пропусил А конь пришёл, мой конь пришёл назад В чешуе крыла, тыклыки сочатся ядом Он вернулся гад, такая вот засада, брат Такая вот засада, брат Такая вот засада, брат Все вертится, это коронная песня Кого? Меня, Баннина смысле А, окей Это, собственно, песня персонажа Это стихи Дмитрия Озерского Музыка Леонида Фёдорова Музыка Дмитрия Озерского Стихи 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 Мертвый смотрит строго, впереди так много Все, кого не стало, собрались в дорогу День нехорош, путь хорош Все найдешь, все возьмешь, все вертется Он со мной и простился, а он землей умылся И ушел по лесу, он такой и родился День нехорош, мир хорош Все возьмешь, все найдешь, все вертется Летят журавли, кричат журавли Дождались, дождались, повезло, повезло Все вертется Все вертется Ух ты! Это на мелодию какой-то песни аукциона? В смысле на мелодию? А это и есть песня аукциона? Или блин! Это просто тупо аукцион Это стихи Озерского Это музыка Федорова Федорова музыка Я просто полюбила эту песню чохом в 1995 году А через 27 лет она у меня сбылась А, ты наоборот Итак, деформация Сто дорог свернулись в бараний рог И ведут на выборах ста чудесам Только отведи меня на порог И оставь, а там разберусь я сам Вот скелет, привет И как пишет, прачет Все его слова из заглавных букв А если все-таки кто-то плачет Так занудных букв Отправляй в прейсбук Отведи меня на порог 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 О-о-о-о-о-э! Можно космос дерзать в остыкове Под буквальным светом Юпитером Можно хвать сюжеты, как в Торчерме Из чужих миров для своих миров Можно в море бурь взлыбить в море мачт И сквозь волны к дальнему берегу А если все-таки кто-то плачет Утешай, как можешь, а я бегу Отведи меня на порог Отведи меня на порог Отведи меня на порог О-о-о-о-о-э! Отведи меня на порог Отведи меня на порог Отведи меня на порог О-о-о-о-о-о-э! За порогом высится сад пардес Сто бессмертий зреют в плодах его Сто небес и в каждом постой чудес Разве может быть, что там ничего? Ведь слово ничего, ничего не значит Значит, нет его Значит, кто-то есть А если все-таки что кто-то плачет Расскажи им эту благую весть Отведи меня на порог Отведи меня на порог Отведи меня на порог Отведи меня на пароль Отведи меня на пароль Отведи меня Отведи меня Отведи меня У меня в башке «Переведи меня через Майдан» Нифига себе остаться Сейчас, только совсем не такая песня Такая, не такая Ведите нас Белериант Убил проклятый Моргат батьку Финве Похитил Родовые Сильмарилы Хотим в Ласгаре Высадить десант Не повезем Вас Белериант На белых лебедях Из Альквалонде Да при такой Нелетной При погоде Не повезем Мы вас Вперед Белериант А ну Везите нас Белериант Мы дали зуб Шо свистнем Сильмарилы У этой Черной Ангбанской Горилы А ну Везите нас Белериант Белериант Не повезем Мы вас Белериант Вчера Семрут Рыгая Перегаром Швырялочки Чреватые Пожаром Не повезем Мы Вас Белериант А ну Везите нас Белериант 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 Надо Это Всё Краткое изложение Одной из глав Книги Толкина Сильмария Капустин Воздушные ясы Бомбят города О Э О Иду Самолёты А из городов в никуда, в никуда, о-эй-о, Души пошли на взлёд, заложили игру. А что же вам, души, не нравится здесь, о-эй-о, Слишком земля горяча? А что же другая какая-то есть, о-эй-о, А души летят, летят, да молчат, молчат. А я на земле всё стою и смотрю, о-эй-о, Всё так решить не могу. Быть ли мне в том или в этом строю, о-эй-о, Что пожелать себе, а чего врагу? Не таков, к сожалению, каждый из нас, о-эй-о, Кто-то нас выдумал так, В каждом душа и воздушный ас, о-эй-о, Каждый себе и друг, и смертельный враг. А выбрать бы долю, не торопясь, о-эй-о, Но тут и кончается жизнь, И брошенная тобой иль в тебя, о-эй-о, По-бах колыхает, кувыркается вниз, По-бах кувыркается вниз, О-бах кувыркается вниз, А колыбельная Эрвина? Не помнишь? Нет, я до неё не дошёл, к сожалению. Это Капустин. Это, собственно, начало штирцевой публики. Первая песня. Настолько хорошо. А вот «Тайное общество» будет исполнено в понедельник. Это ты про что, прости, я начал проще? Про вот такую не то рок, не то бард-оперу Под названием «Тайное общество», Которую я написал давным-давно, Показывать собираюсь в этот понедельник. Ты всё сам персонально? А ты не думал на кого-то разложить, как сделал «Белый»? Думал, но пока мне не видится, кто именно будет. А на эту тему ты вообще думал, кто бы мог? Думал, пока не нашёл варианта. Во-первых, действующие лица тайного общества. Человек-птица, человек-кошка, человек-мышь, безмолвный человек-сфинкс, человек-лиса и казаки. Так вот, первым выходит человек-птица и смотрит вдаль. Потому что свет, потому что тьма, Потому что глобус сошёл с ума. В бездорожной карте, где всё течёт, Разберутся разве что Бог и чёрт. Кто творил пути, кто сбивал с пути, Только им понятно, куда идти. Где найти мне башенку маяка, Чтобы знать дорогу наверняка. Откуда-то появляется человек-кошка. Потому что тьма, потому что свет, Потому что разницы больше нет. И добро в правах уравнялся злом Наш любимый дом, сумасшедший дом. Я хотел творить, говорят, кайфуй, Я хотел любить, отвечают, жуй. Я хотел глазами смотреть в глаза Человек-птица. Мне давно понятно, я за, я за. Я хотел глазами смотреть в глаза, Мне давно понятно, я за, я за. С ужасом на лице, оглядываясь, Появляется человек-мышь. Потому что свет, потому что тьма, Потому что смертью полны дома. Мне не выйти в городе поутру, Чтоб не натолкнуться на свежий труп. Этот город морг, этот город торг, Этот город небо людски жесток. Сквозь его границу, черту огня, Протяните руки, спасти меня. Сквозь его границу, черту огня, Протяните руки, спасти меня. Человек-птица и человек-кошка Протягивают ему руки втроем. Это наше братство, оно для нас, Чтоб согреть сердца в холоднейший час. И ни слова вслух про его секрет, Потому что тьма, потому что свет. С неба на них опускается, Кладя крылья на плечи, Безмолвный человек-спикс. Поют вместе. Поворотный пункт, посторонний вход, Пересадка здесь, но маршрут не тот. Разменяли век, поменяли страх, Постелили пух, не убрали прах. Испрямляя путь, разобрали мост, Исправляя власть, упразднили мозг. Изгоняя тень, наломали стен, Но пропал уют и простор. Не всем нагишем сидим на семи ветрах, Согревает мысль о былых кострах. Темы зла и света, добра и тьмы, На пустой живот обсуждаем мы. В двух шагах сосед не ведет бесед, Ни по чем соседу ни тьма, ни свет. Бьют его друзья сапогами в глаз, А болит у нас, а за что у нас? Кто по нам попал, упустил очко, Мы не центр мишени, А молоко против Евы змей, Против Джерри Том, против Люка Дарфи, А против нас никто, Не бросаясь в бой, Не круша конвой, Всех забрав с собой, Кто по масти свой. Мы уйдем домой, словно с яблонь дым, И неплохо нам, И не хуже им. То есть это пролог, да? Это первая сцена, Это первая сцена. Дальше появляется Человек-лиса, И все становится плачевно. Хотя очень весело. Все, что было когда-то, Что будет котом, Мне теперь безразлично, Едись все котом, Но клянусь, если мышь ты не будешь со мною, Удоблюсь я сегодня Своим же хвостом. И дальше там. И... Рассказываешь все, решил? Только не спит леса, Страсть заслонила лисе небеса, Вот и не спит леса. Да. И, соответственно, все вершится дальше. Ты рассказываешь все? Нет, не буду вас рассказывать. Жаль. Ну, я думаю, что потенциальных зрителей-то нету больше. А? Больше потенциальных зрителей нету, а... Пока я вот слушала. Все, все тайное. А выложить я все равно до понедельника не успею. Внимать его весны и дочери, Прозаплачают тайное общество, Оно уже поработило ваше сознание, Не заметненько они, представьте, Брата листаньских, Секрет шепчать, Оклянясь секрет, Никому не выболтать, Вообразите ли скотине, Могут хранить они, Так не ужасные. Да. Как там? В общем, все это. В общем, все это, да-да. Да. Интересно? Нет. Причем применимо, Неоднократно, Я читал несколько тайных обществ в своей жизни, И все развивались по одному и тому сценарию. Ну, правильно. Но как-то этот сценарий не был охватен до сих пор митературой. Ну вот, ты его охватил. Вот я его взял и охватил. Так. А еще у меня есть борт опера под названием «Костюм Мисс Киндер». Там дело происходит за 22 часа до конца света, Когда атомный диктатор, Большой Буквы А и Большой Буквы Д, Собирается столкнуться в решительной борьбе с народными избранниками, Большой Буквы. Вот. Атомный диктатор На определенном этапе просят подать ему народный инструмент. Большой Буквы, опять-таки. И поет свою песенку. Причем министры подпевают ему, А из-под его трона доносятся подпевающие голос иностранного шпиона. Звучит это так. Это уже не тайное общество, Это уже «Костюм Мисс Киндер». Аплодируйте, встречайте я правителям всех стран. Говорю, обогащайте поскорее ваш уран. Запускайте ускоритель на тяжелой на воде, И почаще говорите в массе, в прессе и везде. «Ой, вы родненькие, да подородненькие, Не троненькие, а синхроненькие. Нас водой не разольешь, мы с тобой живем любя. Если ты меня взорвешь, сразу я взорву тебя. Я б с тобой столкнулся лбомбы и охотно выбил глаз, Только ядерные бомбы обоих есть у нас. Оба пламенным грибом бы не хотели мы расцвесть, Так что ядерные бомбы сохраняют мир как есть. «Ой, вы родненькие, да подородненькие, Не троненькие, а синхроненькие. Нас водой не разольешь, мы с тобой живем любя. Если ты меня взорвешь, тут же я взорву тебя. Для того на свете факты, чтобы отступать от них, Говорите, что реактор, даже если там парник, Клубни гонят эскадрилью, пару выпустят ракет. Если клубу разбомбили, лучше вырастет букет. «Ой, вы родненькие, да подородненькие, Не троненькие, а синхроненькие. Нас водой не разольешь, мы с тобой живем любя. Если ты меня взорвешь, если ты меня взорвешь, Если ты, если ты, раньше я взорву тебя». «А шпион где? Без собственной куска?» «О-о-о-о! Тайна того, кто такой иностранный шпион, Раскрывается ближе к концу». «Все хорошо, но ускорительно тяжелой воде». «Так черт подробности». «Естественно же, он не разбирается». «А синхронные тоже туда же, да». У него есть специалисты, а народные избранники – Это мужчины в одинаковых костюмах тройках с дипломатами, Которые все время пытаются шагать не в ногу, Но все равно оказывается, что в ногу. И неприметные личности, которые пытаются ими режиссировать, А иностранный шпион, разумеется, все это снимает. Тот же самый. И песня у них такая. «Мы не мелкие бандиты и вредители, Мы народы и страны руководители, Мы не просто шантропа и глаштанники, Мы общественности гордые избранники, Мы правительство, а мы их оппозиция, Разделяет нас гражданская позиция. И не бдите, что мы серые и посредственные, Это просто мы по-детски непосредственные. Мы не мелкие бандиты и вредители, Мы народы и страны руководители, Мы не просто шантропа и глаштанники, Мы общественности гордые избранники. А поскольку все дозволенные мнения, Мы собою представляем без сомнения, То бы в праве по законам демократии Выбирать себе вождей из нашей братьи, Так не мудрить и не тупить, А к исполнению приступить, Потому что мы не галаштанники, А мы народные избранники. Мне кажется, что Киму какие-то отсылки есть. Я даже не могу не относиться. Не знаю. В целом жанр бард оперы, Там, ну понятно, что без мысли о московских кухнях не обойтись, Но так же как мистериальная поэма Невозможное бесшествие Бродского, Просто потому что он как бы... Как бы... Но Ким бы сделал так, Чтобы это потом не воспроизвести? Почему? Обычному человеку. Ну... В целом, да. Ну, я не знаю. Вот. Там совершенно разные... У меня тоже галерея персонажей. Есть, например, Настрадамус. Там есть инспектор Лестрейд. Тот самый. Поднимите ваши морды, Уберите ваши нарды, Уважаемые лорды. Я Лестрейд из Схотландьярда. Вот. Есть человек с ноутбуком вместо головы. Чучело ноутбучело. Оно же включенец. Да. Вот. И... А главного героя зовут Зритель. Его зовут так. Потому что он наблюдает мир. Да. И... И... И, конечно же, все это происходит, значит, на фоне истории атомного диктатора, народных избранников и освещающего их противодействие редактора и его помощников в пресс-центре. Ну и, конечно, иностранный шпион, который... В общем, и его история. Вот. В конце, конечно, происходит нечто весьма назидательное, но... без этого совсем не обретись. Ну, конечно. Ну, в Иерусалеве мы придем и все узнаем. Да. Ну, костюмами с Кимберли, наверное, там не будет. Хотя, может быть, будет какая-нибудь из этих песенок. А из... Вот. Послезавтра... И с костюмами с Кимберли в послезавшем концерте будет Ария Нострадамуса. А ты решил ее включить? Только Арию Нострадамуса. Окей. А разве он у тебя принят до 2006-го? Эээ... Вещь сама 2007-го, но Ария Нострадамуса написана в 2004-м. А-а... Интересно. О, ночь наступит, но не звенят часы. Парадиодиктор стихнет на полуслове, Пойдет на охоту Иван-черепаший сын И всех без труда Догонит и переловит. Пойдет на охоту Иван-черепаший сын И всех без труда Догонит. Тогда обнажится Тайная суть вещей В свете такого, чего в небесах Пока не бывало, И много милее покажется Царь Кощей, Чем сотня красавиц В сотне его подвалов. И много милее покажется Царь Кощей, Чем сотня красавиц В подвалов. Игра в деление всех На свой, не свой и ничей Окажется вдруг не игрой, А последним путем К мировому спасенью И будет та ночь А одной из тех ночей, В которой субботу Сменяет не воскресенье И будет та ночь А одной из тех ночей, Одной из ночей, В которых субботу Сменяет что-то другое. Рад приветствовать сей дом, я Мишель Донострадам, Тролевский астроном, знающий Аттедаму. Наворотил какую-то абсолютную полумистическую хрень, И сам не знаю, как ее раскрыть. Уже 17 лет как стерковка сочинил, Так она у меня, собственно, закромахнула. Ну ничего. Ладно, что это я даже на концерт не решаюсь уносить. Почему? Интересно. Пусть люди додумывают. Ну вот, то есть я эти несколько песен я периодически пою, То про Ивана Черепаша и Ваш Сына Репта. Вот. Раз в сто лет пою про судный день. На неизбежный судный день. Да, неизбежный судный день. И еженовщина время судной ночи. Да. Вот. Вот. Уже понятно, что иностранный шпион совершенно никакой не иностранный шпион, А зовут ее зрительница. И при этом она оказывается вовсе не парой зрителя. Хотя он ее... Хотя он все время ищет свою пару, Которая Мискина. Находит ее в самом неожиданном месте. Закрутил. Сильно закрутил. Да. Ну это на самом деле все очень логично и просто. Это ты знаешь вот, что зачем, да? Ты понимаешь, да? А так со стороны это все сейчас случится. Ты понимаешь, я же не рассказываю сначала до конца. Угу. Вот-вот. Да-да-да, я потом и говорю, что... Это вечная задачка, да? Так я же специально... Интригуешься. А то бы я прямо с самого начала начал. От верхнего края до нижнего... От... Не... Как? Эээ... Как? Эээ... Сам забыл. Да-да-да-да. От дальнего края до ближнего. От верхнего рая до нижнего. От жаркого до лого снежного. От сильного пола до нежного. Мы душу проводим в метаниях. А ночи отводим в мечтаниях. Пытаясь найти в многоточии все, что непонятно и прочее. Эээ... 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 Вот... Угу слова там. А ночью присесть настрадалися и тянет про честь Нострадамуса. Вот мудрый семит. Он не тронулся, ныряя как кит в море Хроноса. Есть много всего, друг Горацио. А вот у него информация. Вот и тут, значит, он таким образом призывает снега на Страдамусу. Ну вот. И... Ну, в общем... Интересно. 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 В подвалах чёрного дворца Мы бьёмся без конца с супостатом. Сперва напали толпы крыс, Но мы сказали брызким хвостатым. Раз свирепели пасюки, Огромные клыки заблестели. Но спас нас рыцарь чёрный кот, Себя державший год в чёрном теле. И только бедного била В пятнадцатый раз убила. Приходи-ка, жрец, воскреси наконец, Я за это дам тебе леденец. В подвалах чёрного дворца Двух братьев из ларца засосало. На потолке, куда ни глянь, Болотистая дрянь написала. Но их сестры тяжёлый взор Дрянь обратил в декор из гранита. Сестра-медуза из горгона И этим испокон знаменито. Вот только бедного била В шестнадцатый раз убила. Приходи-ка, жрец, воскреси наконец, Я за это дам тебе леденец. В подвалах чёрного дворца Поставили спеца чудо-юдо. Его ударь по голове И сразу новых две шмыг оттуда. Но Галахат и Ланселот Не зря в Сорбонне год обучались. На двести пятьдесят шестой Башки сказали стой и скончались. Вот только бедного била В семнадцатый раз убила. Приходи-ка, жрец, воскреси наконец, Я за это дам тебе леденец. В подвалах чёрного дворца Мы в поисках яйца от Кащея. Злодея важно порешить И этим завершить эпопею. Мы пили множество яиц, Змея, щелец и птиц и ехидны. На помощь доблестный народ, А то он не помрёт, что обидно. И, кстати, бедного била В хренадцатый раз убила. Приходи-ка, жрец, воскреси наконец, Я за это дам тебе леденец. За жизнь и за свободу Забила вперёд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова